Здравствуйте, дорогие зрители! И последняя супермама, это Елена, которая воспитывает в детях любовь к деньгам. И, как по мне, она воспитывает здравую любовь к деньгам. Она бизнесвумен, у нее бывший муж тоже бизнесмен. Они занимаются автомобилями, и дети как раз в том возрасте, когда можно прививать финансовую грамотность, какие-то основы, и в этом нет ничего страшного. Наоборот, ее семья показалась как идеальная. Единственное, что очень много няней в жизни ее детей, и даже, как по мне, мне всегда прикалывала эта сказка о Мире Поппинс, когда родные дети любят больше какую-то няню, нежели маму. Я не сказала бы, что у Елены именно так, но все-таки, мне кажется, она боится раскрываться. Поэтому ей и дали супермаму, потому что она с виду самая идеальная. У Елены проблемы с бывшим мужем, мне кажется, она его все-таки любит, но выгнала его, потому что он не уделял ей должного внимания. Видно, они разные чем-то, она почему-то другая, нежели он, поэтому они, наверное, расстались. У Елены это проблема, это ей болит, поэтому она старалась всячески это скрыть. Не говорила девочкам, и она какая-то холодная. Вот видно, что она раненая и ранимая. Вот в ней нет вот этого тепла, как у Елены Гребенюк, например, как в других мамах. Хотя хочу заметить, что к детям она теплая, она хвалила их где нужно, обнимала, и это очень тоже хороший показатель. Не зря ей дали супермам.